Елена Винальевна, здравствуйте! Скажите, как появилась идея проекта? Кому будут предназначены эти книги? Ведь работа ведется, а огромная работа ваша. Расскажите подробнее. Идея проекта социального по созданию аудиокниг появилась у нас три года назад. Это мы обсуждали с активными мамами маминого клуба. У нас в гимназии есть клуб «Мамино чтение». И вот в процессе подготовки плана работы как раз пришла идея по созданию аудиокниг для деток, которые плохо видят или не видят в специализированном фонде областной библиотеки для слепых. Безусловно, интересно, как проходит процесс, насколько активно участвуют родители и где вообще записываете книги? Для этого ведь нужно специальное оборудование. Процесс у нас запущен. Родители приняли активное участие. Нам даже пришлось, так скажем, ну не всех уже включать. Как родители, так же и гимназисты. Девочки из 10-го Д-класса у нас принимают активное участие. Сейчас прошли мастер-классы по начитке аудиокниг. Специально готовили у нас мамочек наши педагоги. И на этой неделе, я думаю, мы будем записывать в одной из студий аудиозаписи. Приняли такое позитивное. И с пониманием участия, это частая звукозапись, совершенно бесплатно, нам дали добро на запись аудиокниг. А почему решили обратиться к творчеству именно Владислава Крапивина? Мы предварительно обсуждали с руководством библиотеки для слепых, какие книги они бы хотели, чтобы были записаны в фонд. И однозначно было сказано, что, конечно, это должна быть кровеческая литература. Это должны быть писатели наши, тюменские. И когда мы с мамами обсуждали, кто же, какие книги мы будем записывать, все однозначно сказали, что это будут книги Владислава Крапивина. Тем более, вот 14 октября Владиславу Крапивину исполнилось бы 82 года. А какие конкретно произведения в прочтении гимназистов и их родителей услышат в скором времени слабовидящие дети? В основном это рассказы 60-70-х годов, такие как «Бабочка», «Львы приходят на дорогу». Это рассказы для детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста. 6+. Скажите, будут ли аудиокниги сопровождаться еще какими-то компонентами, ну, может быть, тактильными, что тоже важно для людей с ослабленным зрением? Эти книги, аудиокниги нет, но у нас уже сейчас созданы, это был у нас первый пробный проект, тактильные книги. У нас идет серия тактильных книг, музыкальные инструменты. Это также делают мамы нашего клуба «Мамино чтение». Произведения, именно рассказы Крапивина пока нет. Вот мы сейчас заканчиваем это «Музыкальные инструменты», у нас будет 5 книг музыкальные инструменты и вот аудиокнига, говорящая книга «Рассказы Крапивина», но я думаю, что это наши первые пробные, потом будем думать. Кстати, идея интересная, почему бы аудиокнигу не сопроводить еще тактильным материалом каким-то. Вы говорите о большом количестве произведений, сколько аудиокниг всего будет и когда их услышат те, кому они предназначены. И появятся ли они в свободном доступе потом? Первую книгу, надеюсь, мы на этой неделе запишем. Это будут 10 рассказов Владислава Крапивина. Следующие, ну, посмотрим, это будет уже на следующий год. Я думаю, там будет больше участников и мы будем уже планировать, ну, несколько больше объем. Это сейчас у нас проба пера. В декабре, я думаю, аудиокнига будет, потому что там записывается еще на специальном оборудовании, это уже будет обрабатывать библиотека для слепых. Но я думаю, в доступе будет, в свободном, конечно, в декабре. Елена Винальевна, спасибо огромное за то, что вы делаете. Хорошего вам дня! Субтитры сделал DimaTorzok